Крупнейшее сборище профессиональных игроделов называется Game Developers Conference. Проходит мероприятие, где попало от Китая до Германии. Причем иногда случается несколько конференций под лейблом GDC в разных местах и в разное время года. На GDC создатели игр могут затусить друг с другом, обменяться опытом, попить пивка, переманить в свою команду кого-нибудь полезного, а заодно выбрать промеж себя наиболее заслуженных и авторитетных мастеров профессии. До недавнего времени организаторы грядущей GDC, которая случится в Сан-Франциске через месяц с хвостиком, планировали выдать награду первопроходец, пайонир, Нолану Бушнилу. Благодаря этому человеку-глыбе в свое время появилась компания Atari. Ну а вообще Бушнил посвятил индустрии почти 40 лет, реализовав более двух десятков развлекательных и технологических проектов. И все бы хорошо, если бы талантливый Бушнил не был мерзким, закоренелым сексистом. Узнав о перспективах награждения этого негодяя, феминистки и градельши оживились и начали припоминать. Пожалуй, самая хорошая память оказалась у Брианы Ву, почетной разработчицы, на данный момент уже трудящейся в палате представителей США, округ Массачусетс. Ву-Ву высказала авторитетное мнение, что вместо Нолана гораздо лучше наградить кого-нибудь из разработчиков женщин. Обратите внимание, не заслуженных людей, а женщин. Тут же было рассказано, что однажды на собрании правления, которое происходило прямо в джакузи, Бушнил позвонил в офис и попросил сотрудницу принести документы, а когда она пришла, попытался затащить её в воду. Ну, как обычно, никаких доказательств, только голословные утверждения, в которые все немедленно верят. Но это ещё полбеды. Оказывается, в Атаре была похабная традиция. Прототипы игр назывались именами девушек, которых наглый Бушнил считал привлекательными. Собрав воедино его высказывания о женщинах, вы получите действительно мерзкую картинку, заявила Ву. Узнав страшную правду, организаторы конференции объявили, что награда первопроходец в этом году не будет вручена вообще. Потому что номинант, которому собирались данную награду выдать, ценностям игровой индустрии сегодняшнего дня в прошлом не соответствует. Продолжение следует...